Привет, друзья мои! Сегодня понедельник, а значит самое время узнать, как дела в Америке. Как вы знаете из предыдущего ролика, я сейчас в отпуске, весь январь я отдыхал и весь февраль я тоже отдыхаю. И пару дней назад я перебирал приложение в телефоне, удалял лишние, которые не нужны, уже старые, и случайно наткнулся на Uber Driver. Решил зайти посмотреть, не заблокировал ли меня Uber, потому что я уже больше года не делал ни одной поездки. Но Uber не только меня не заблокировал, но еще мотивирует меня, чтобы я снова вышел на линию и начал таксовать. Кстати, он предлагает мне деньги. И вот что показывает мне Uber. Заходим сюда, выбираем возможности, заработка, и вот он он, промоушен. На этой неделе, смотрите, сделайте 5 поездок и получите 250 долларов экстра. То есть это не гарантия, это просто сверху к 5 поездкам мне дадут 250 долларов. И зима, нелегкие деньги пока дают, надо брать, я считаю. Ну тут небольшие условия, должны быть выполнены именно в Лос-Анджелесе. Если водитель или пассажир отменил, то не считаются такие поездки. Сразу как закончишь квест, ты увидишь свой заработок, он будет включен в обычный еженедельный твой платеж. И поездки должны быть сделаны не на доставке, не на курьере, а только как таксист. Если вы хотите тоже работать в Uber такси или Uber доставки, не делайте свой аккаунт бесплатно. Делайте его за деньги, регистрируйте новый аккаунт по моей ссылке, который есть в описании, со всеми инструкциями. И получите гарантированный бонус от Uber. Я, конечно же, тоже получу этот бонус. И свой бонус я поделюсь с вами, ровно половину отправлю вам на карту. Прямо сейчас Uber заплатит мне до 540 долларов бонуса за нового таксиста, который в свою очередь сделает 100 поездок за первые 60 дней. И всего лишь 50 долларов Uber мне даст за нового курьера, доставщика еды, который сделает 75 поездок за первые 45 дней. В любом случае, кем бы вы ни стали работать, половину этих денег я отдаю вам. Но перед тем, как начать работать, давайте сначала заедем на мойку, помоем машину. Вот такая штука, я слышал к деньгам. Значит, сегодня будет много денег заработано. Приехал я на мойку, это обычная экспресс-мойка. В Москве такие тоже есть. Автоматическая. И вот там вот есть бесплатные пылесосы. Кстати, пылесосы вот эти. Многие приезжают, не моются, а просто бесплатно пылесосят машину. Последний раз машину мыл, наверное, 2 месяца назад, как раз в декабре, в конце, перед Новым годом. Здесь такой парк. Постоянно здесь много. Сегодня суббота, тем более. Очень детей много играется. День рождения проводят вот прям на этих скамейках со столами. Ну что, машина готова. Я готов. Выходим на линию. Недавно Uber делал рассылку, что приложение теперь доступное на CarPlay. Я подключился. Вот давайте посмотрим, насколько это удобно. Потестируем сегодня. Взял первый заказ. Коротенький на 4 доллара. Здесь по району прокатиться. Сейчас в приложении Uber нету обязательно в условии носить маски. То есть они не требуются. Но я на всякий случай достал из пачки одну. Буду одевать, когда будут садиться пассажиры. Ну просто потому, чтобы не было дополнительных вопросов. Каких-то ненужных. Мало ли. Девочка заказала машину. Как дела? Я сделал две поездки по Глендейлу. Коротенький. И решил проверить, как у меня идет прогресс. Смотрите, у меня все равно по-прежнему ноль поездок. Я перечитал еще раз условия. Должны быть сделаны в Лос-Анджелесе. Посмотрел на карту. Оказывается, Глендейл не входит в Лос-Анджелес каунте. Поэтому я сейчас еду ближе к Сильвер-Лейку. И буду пробовать оттуда брать заказ. Как понять, что забираешь заказ именно с Лос-Анджелеса? Смотрите, когда падает заказ от Uber, то он пишет, даже если не нарисована траектория на карте, откуда едете вы куда, все равно там пишется адрес. Название улицы, запятая, город. Нам нужен Лос-Анджелес. И потом Калифорния, зип-код. Но город всегда указывается. Теперь этот заказик точно из Лос-Анджелес каунте, из Сильвер-Лейка. Поэтому я думаю, он пойдет в зачет моего бонуса. Еще одна коротенькая поездочка. Такой перекресток непонятный. Я уже в Корейтауне, похоже, приехал. Недалеко от Даунтауна. Прикольный дом. Привез пассажира в район, который у нас положен недалеко от аэропорта Лакс. Вот зона. Давайте посмотрим, что у нас в аэропорту можно заработать. Три мили до него ехать. 15-30 минут ожидания. 101 машин в очереди. Ну нет, это слишком долго. Я в аэропорт не поеду. Лучше на районе что-нибудь взять. Итак, 4 поездки, 4 пассажира, трое из которых были удивлены, что я их везу UberX на BMW 5 серии. И особенно спрашивали тоже, а что такое? Правда, это UberX? Особенно дети у одной из пассажирки были очень удивлены. Они такие, ааа, look at this, this is BMW. Типа, мам, ты точно заказал UberX? Да, люди удивляются. И да, ребят, моя машина может возить только UberX. Доставку, курьерскую или UberX Share. Ну это когда просто всех подряд подбираешь, как маршрутка. Я не могу на своей машине катать Uber Black, потому что когда я подключал машину, я спросил, можно ли на этой машине ездить. Он говорит, нет, она должна быть черная. Я говорю, ну окей, тогда я ее в пленку черную обтяну. И для проверки, когда машину проверяют в Uber, в офисе, там нужно показание одометра, сколько миль проехала машина. И открываю дверь, он такой смотрит, ой, негр, чувак, она должна быть черная и внутри, и снаружи машина, чтобы ты мог ездить как Uber Black. В общем, такие дела, ребята. Но как бы я на этой машине не планирую таксовать. Я просто выехал один раз, подснять контент и заработать легких денег, пока Uber дает такой большой бонус. Решил сделать остановочку, брейк, вынужденную. Во-первых, нужно сходить в туалет, я возле Старбакса сейчас. И заодно можно взять кофе и чего-нибудь пожевать. Вот смотрите, коллеги-таксисты тоже здесь. Видите, TCP номер. Это вот он бизнес-класс может катать. И вон тот тоже, скорее всего, таксист. Да, TCP номер. Вот еще коллеги-таксисты, тоже бизнес-класс. Тусуются возле аэропорта, ждут заказы. Но с аэропорта, конечно, бизнес-класс, я думаю, чаще заказывают. Привет, Хабри. Можно я, пожалуйста, куплю капчино? Большое. И у вас есть панини? Панини? Если мы не имеем в виду, то мы не знаем. Да. Да. Томаты, моцарапа. Пожалуйста, пожалуйста. И один чиз-данец. Один чиз-данец. Да, это все? Да. 15.55. Все хорошо? Да. Все хорошо. Спасибо. Вот такой номер должен быть у меня на BMW, и она должна быть черная внутри и снаружи. Тогда я буду катать бизнес-класс. TCP. Только перекусил, и сразу же коротенький заказик. Коротыш. Я приближаюсь к своему бонусу. Еще один коллега бизнес-класс TCP на месте. И он там в костюме за рулем я видел. Коротенький заказ привез меня практически к Манхэттен Бич, моему любимому пляжу в Лос-Анджелесе, и я прямо до океана. Ну, смотрите. Просто спуститься 2 минуты. Пойдемте посмотрим океан. Парковаться на этой улице нельзя с 8 утра до 9 утра, вторник и пятница, потому что подметают улицы. Вот такая улица, симпатичная. Вот здесь стоит машина. А вот здесь океан. Удобно жить возле океана, не надо долго ехать. Пойдемте немного спустимся. У людей такие открытые террасы прям. Можно зайти, поваляться. Я решил подняться немного вверх и по другой улице спуститься к океану, чтобы побольше прокурсов. Показать, что есть. Ну, смотрите, табличка Open House. Насколько я помню, это означает, что дом продается, и он открытый. Ты можешь без риэлтора сам зайти и посмотреть, как тебе внутри. Вон океан. Так, какой из этих домов продается? Сейчас посмотрим. Вот этот. Вот этот дом. Если хотите, можно купить. Красивый, а? Прям возле океана. Я бы купил, если были деньги. Но реально дверь даже открыта. Заходи, смотри. Давайте просто для интереса попробуем зайти посмотреть. Правда ли можно? Welcome to my Open House. Что-то есть. Кто-то уже смотрит. Ладно. Пойдем дальше смотреть. Кто-то, похоже, уже просматривает дом. Разулись и пошли внутрь. Вот еще домик. Красивый тоже. И вот. Тут на Манхэттен Бич на самом деле все дома выглядят красиво и дорого. О, собачка. Привет. Что-то в зубах у него уже. Игрушка. Это Бэк-Али. И мы дальше спускаемся вниз к океану. Кстати, вот эти стульчики не зря здесь стоят. Закат у нас, получается, солнце в океан садится. Прям ровно вот так. И вот эти все улицы, которые идут вниз. Видите, тоже столик. Люди садятся на солнце посмотреть на закат. Вот шикарный дом. Вот этот новый. Видно по дизайну. Вот он красивый. Еще улица. Снова дома. О, лимончики. Можно сорвать. Еще с собой нести неудобно. Потом боксер выйдет, который здесь тренируется. Объясните, что лимоны нельзя рвать. Шутка. На самом деле даже, скорее всего, угостят. Так, мы идем дальше. К океану. Мира Коста. Герлс Теннис. Вот теннисисты здесь живут. Вот домик тоже. В основном, я так понял, здесь вот эти дома, особенно первая береговая линия, это гостевые дома. То есть дома под сдачу в аренду. Ой, красивый дом какой. Супер. Здесь какая-то стройка идет. Мы подходим к океану. Удобный заказик привез. Прям к океану меня довезли. Там дорожка. Все, это береговая линия, по которой я гулять люблю и смотреть на дома. Там где самые красивые. Прогуляюсь немного по набережной, раз я возле океана. И пойдем поднимемся наверх уже по другой улице, еще покажу что-нибудь интересное. Ребята просто собрались поиграть. А вот смотрите, видите, танкеры огромные. Потому что вот в ту сторону, там основной морской порт Лос-Анджелеса. Кто-то в волейбол играет, кто-то пробует на серфинге кататься. Следующая улица идет наверх к моей машине. Такой обычный домик. Мы пройдемся, наверное, еще чуть-чуть вперед. По другой, по следующей улице вверх поднимемся. Классно сделан пляж. Вот это прогулочная зона для пешеходов гулять вдоль домов. А вот с этой стороны для велосипедов параллельно. Велосипеды, ролики, скейты. Все, у чего есть колесики, все катается параллельно по этой дороге. Вот, кстати, велосипедист. И никто друг другу не мешает, очень удобно. А здесь можно пробежку делать. Вот начинаются красивые дома большие. Никогда, кстати, не смотрел, сколько они стоят. Может посмотреть в аренду. Что, давайте по этой улице и поднимемся наверх. Террасы классные. Здесь тоже столики есть. Еще стол. Все, мы идем наверх. В сторону машины. Блин, таких улиц здесь миллион. Они вот каждый блок, которые сверху вниз спускаются. Вот такой с красным кирпичом камин. Классно. Обожаю этот район гулять. Здесь прям красиво все. Когда-нибудь, когда разбогатею, куплю здесь дом. Буду жить возле океана. И садиться вот так вот на стульчик. И смотреть на закат. Когда это будет, не знаю. Ой, смотрите, какой классный дом. Супер. Тоже своя терраса. Так, машина у меня на этой улице или дальше выше? По-моему, еще выше. Хотя я могу посмотреть на карте? Да. Дальше идем наверх. Вот тоже красивый домик. Классно растений, когда много. Прям красоту придает какой-то. Буду риэлтором дома показывать. Все. Это как задний двор. Здесь обычно мусорные баки выставляют и ездят мусорные машины, собирают. Красота. Столько всяких растений. Так, а здесь ремонт идет. Или, наверное... Ой, мне кажется, это вообще с нуля строят новый дом. Из палок. Такая вот Америка. Прибрежная. Американская жизнь. Я уже сделал поездок 7, наверное. Из Лос-Анджелеса тоже. Но в программе почему-то не меняет. Так и стоит ноль. Поездок у меня выполнено в квесте. Не пойму, в чем дело. Я-то думал, будет БАС. А Убер. Вон как делает. Ну, сейчас доделаю еще поездки, посмотрю. Может быть, он сразу покажет, когда готово будет. Кто смотрел фильм «Во все тяжкие», кто знает, что это такое. Это идет... Протравляют от термитов, от насекомых. Весь дом. И чтобы не воняло на улице. И вокруг его вот так закрывают, обтягивают такой штукой. А может быть, там варят мед. Как в кино. Очередной короткий заказик. Сейчас повезем Элисон. Беру короткий, чтобы... Ой, быстрее уже этот квест выполнить и посмотреть, получится, не получится. Будет бонус, не будет. Долго не выходит. А, вот уже. Здесь. Привез одного пассажира с Манхэттен бич на Санта-Монику бич. И тут прям в двух минутах, я знаю, есть стоянка, парковка. По-моему, 1 доллар 2 часа, что-то такое. Сейчас мы доедем. Вот она, парковка. 1 доллар 2 часа. Что-то она закрыта. Переполненная, что ли. Ну да, машин тут много. Тетенька разворачивается. Так, ладненько, с парковкой не получилось. Чуть-чуть проехал. Здесь есть вот такая парковка. 10 долларов. Просто за въезд плачешь и стоишь весь день. Дороговато для таксиста. Шутка. Я знаю, что здесь есть более дешевые парковки дальше. Нашел парковочку. Что тут написано? С 9 утра до 9 утра. Понедельник, среда, пятница нельзя. Сегодня суббота. И сегодня можно стоять. Я на Санта-Монике. Главная новость к этому часу. Промоушен 250. Да, 5 трипсов. В общем, получилось как? Он их не показывал по одному, а сразу все. Как и было написано. 250 долларов мои. Я на Санта-Монике. Что делать дальше? Работать я не хочу, естественно. Пойду сейчас пляж вам покажу. Ну и в заработанных за сегодня деньги тоже эта цифра отразилась. Давайте посмотрим. Получается вот у меня 311 сегодня. 7 поездок. 21 поинтс. Код 55 я заработал долларов за 7 поездок. Что очень мало. Даже чаевые какие-то дали. И, собственно, ради помощи вся вот эта вот затея была сделана. Оплатил парковку на полчаса. Это доллар там получился. О, ребята с Украины. И теперь идем смотреть на пляж. Заказ в сторону дома я не могу взять. У меня такой функции нет. Насколько я помню, такая функция открывается, когда ты получаешь новый статус. Помимо за заказ деньги тебе платят и поинты начисляют. И вот там статус голд, платин. По-моему, в каком-то из этих статусов, когда его набираешь, тогда тебе открывается опция заказ в сторону дома. Демонстрация Jesus loves you. Бог любит тебя. Сколько раз я был на Санта-Монике пирсе, но я ни разу в жизни не катался на этих аттракционах. Я выехал из дома, чтобы сделать 5 поездок и получить бонус 250 долларов. В итоге все это дело заняло у меня полдня. Заказы в UberX по-прежнему маленькие. 10-15 долларов. В лучшем случае, кратыши по 5-6 долларов. И нужно пробовать UberBlack делать, кататься. Чего я пока не очень хочу. А вам в любом случае большое спасибо за просмотр. Увидимся в какой-нибудь из понедельников. See you Monday, guys. Good luck.